24-й год будет пятым годом, когда уровень инфляции превышает 4-процентную цель Центрального Банка России. Прежде всего для того, чтобы дать экспортерам более комфортные условия для, опять же, репатриации валюты и продажи необходимой доли выручки, потому что, напомним, указ состоит из двух частей. Первое, на текущий момент экспортеры должны возвращать 40% валютной части всей экспортной выручки, но до последних изменений должны были обязаны продавать на валютном рынке 50% всей выручки, которая на текущий момент состоит из рублей и из валюты. Соответственно, снизив эту долю до 25%, правительство фактически сделало требования по репатриации и по продаже валюты согласованными, и экспортерам, соответственно, проще будет следовать нормам указа. По поводу вообще введений самого уровня обязательной нормы продажи и выручки, в общем-то, шли дискуссии все время, когда и обсуждалось введение, когда эта мера работала, потому что я напомню, что позиция Центрального банка заключалась в том, что все-таки валютный курс должен формироваться не под влиянием ограничений, а под воздействием дифференциала процентных ставок. И, собственно говоря, когда валютный курс рыночным путем стабилизируется, это является таким подтверждением, что уровень процентных ставок внутри России достаточно привлекателен. В какой-то степени, конечно, снижение обязательной продажи и экспортной выручки этой нормы – это приближение к рыночным условиям и к ситуации, которая больше определяется рыночным фактором дифференциала процентных ставок и, собственно, уровнем рублевых процентных ставок. Поэтому это возврат к рыночному равновесию. Каким будет курс рубля в краткосрочной перспективе? Для рынка важным фактором является финансовая логистика. То есть это, собственно говоря, сроки, в которые экспортеры могут возвращать экспортную выручку. И у нас финансовая логистика с июня, в общем, достаточно сильно усложнилась. Она усложнилась и для импортеров, и для экспортеров. Но вот сейчас видно, что на рынке, в общем, больше напряженности как раз по поводу способности российских компаний именно быстро заводить экспортную выручку в Россию. Я напомню, что по статистике Центрального банка в сентябре продажи крупнейших экспортеров они составили всего 8 миллиардов долларов. Это было минимальное значение по месячному показателю этого с начала 2024 года. И, в общем-то, следует напомнить, что в первом полугодии месячные продажи они составляли 13-14 миллиардов долларов. В принципе, мне кажется, что существенно курс от значения 90 рубль к доллару, на котором мы основную часть этого года провели, он существенно уже отклонился. Но я думаю, что еще определенный потенциал для ослабления, он, конечно, на рынке присутствует. То обесценение рубля, которое мы наблюдаем в течение предыдущего месяца, оно несколько притормозится, остановится, и вот той динамики отрицательной рубля, которую мы видели на протяжении нескольких недель, ее в дальнейшем уже не будет. Будет колебание вокруг текущих уровней. Мы считаем, что все-таки до конца квартала пара доллар-рубль будет оставаться в диапазоне 92-93 на где-то 96-97, то быстрое ослабление, которое мы видели, особенно в сентябре, начало октября, в том числе связано было с повышением матери сбора и в том числе желанием импортеров автомобилей ввести машины до повышения, опять же, до изменения его величины. И поэтому отчасти вот этот возросший импорт с августа, с сентября мог обеспечивать дополнительный рост спроса на валюту. Октябрь, ноябрь, декабрь должны быть более спокойными с точки зрения этого фактора. Каким будет курс рубля в долгосрочной перспективе? В долгосрочной перспективе уровни валютного курса, они, конечно, все-таки определяются конкурентоспособностью экономики. И здесь важно понимать, что ключевой индикатор влияющей на конкурентоспособность это показатель инфляции. Повышенная инфляция, она означает, что в экономике быстро растут издержки. И тогда валютный курс, он на длинном горизонте должен компенсировать этот рост издержек, чтобы как раз компании могли, так сказать, конкурировать с иностранными производителями. В долгосрочной перспективе, если говорить в терминах следующего года, то, наверное, мы бы исходили из того, что курс может меняться в диапазоне 95 на 105. Скорее всего, курс будет постепенно слабеть, отражая, опять же, более слабую внешнюю конъюнктуру и более низкие цены на сырьевые товары, которые мы продолжаем продавать. Продавать фактором поддержки рубля или, как минимум, смягчения тренда на его ослабление будет все-таки ожидаемое дальнейшее торможение российской экономики импорта как следствие. А второе, продолжают действовать ограничения с точки зрения платежей импортеров, вывода капитала за рубеж. Ну и, наконец, все-таки в рамках бюджетного правила Центробанк будет продолжать продавать валюту и в следующем году, хотя этот фактор, он скорее носит более такой психологический характер. В долгосрок можно приблизительно представлять скорость ослабления рубля как разницу в ставках, разницу в инфляциях, соответственно, в зависимости от того, какой валюте мы рубль оцениваем. Раньше мы это делали в основном доллару, в меньшей степени к евро, сейчас в большей степени к юаню. Но фундаментально курс не может сильно отклоняться в долгосрок от той разницы в инфляциях, в процентных ставках, которая есть в разных юридициях, в разных странах. Как ослабление рубля повлияет на инфляцию? Эффект переноса, так называемый, это как раз связь между ослаблением, ну вообще любым изменением курса инфляции, он в России составляет, ну условно сейчас, наверное, от 5 до 10%, там, скажем, ниже 10%. То есть это означает, что при 10% изменении валютного курса меньше чем 0,1% добавляется к годовому уровню инфляции. Вот это традиционная оценка вот этого эффекта переноса, поэтому, значит, безусловно, когда происходит перемещение курса рубля на новые значения, то это имеет эффект на инфляцию. То ослабление рубля, которое мы наблюдаем, и если этот тренд продолжится, то некоторый вклад в инфляцию это может дать, но на текущий момент, наверное, масштабы изменений курса не выглядят драматическими, чтобы кардинально менять взгляд Центробанка и рынка на инфляцию, потому что все-таки начало этого года было тоже все-таки на похожих уровнях по курсу, импортеры, возможно, закладывали все-таки в свои планы курс 95-100. К этим уровням мы только подбираемся, поэтому, наверное, какого-то сильного дополнительного вклада здесь мы пока не ожидаем. Ослабление рубля на инфляцию всегда влияет положительно. В каком плане? В том плане, что инфляция увеличивается. Сейчас это будет происходить по северности точно так же, даже несмотря на то, что и экспорт, и импорт испытывают определенные сложности и в движении товаров, и в движении валют, но все равно с лагом в несколько месяцев это добавит несколько к инфляции, даже несмотря на то, что и так уже есть положительная динамика. Мне представляется, что, к сожалению, с высокой инфляцией, с положительной динамикой в этой инфляции справиться будет достаточно тяжело. Почему акции экспортеров не реагируют на ослабление рубля? Связанность рынков и корреляции, которые существовали раньше, они очень сильно ослаблены. И настолько, что цены на одни и те же товары, либо инструменты в разных географических точках в одно и то же время могут сильно отличаться, либо на разных сегментах рынка могут отличаться. Поэтому я бы сейчас, честно говоря, даже на такие корреляции и не смотрел. Традиционно ослабление курса – это фактор поддержки стоимости российских экспортеров. Но надо сказать, что поскольку российский фондовый рынок в предыдущие месяцы был под сильным давлением, сейчас на нем образовалось достаточно много привлекательных акций для покупки. И рынок свое внимание пока направляет на другие сектора, на другие сегменты. Поэтому я не думаю, что взаимосвязь между курсом и привлекательностью компаний-экспортеров исчезла. Просто похоже, что сейчас для инвесторов важны другие истории. Сейчас, например, видно, в последнее время растет интерес к акциям банковского сектора. И в целом, скорее, наверное, интерес инвесторов, он фокусируется на бумагах наибольшей степени пострадавших от распродаж предыдущих месяцев. Акции экспортеров все-таки в какой-то степени, мне кажется, являются таким защищенным и защитным активом. Рынок все-таки обеспокоен фактором денежной политики, насколько она будет дальше ужесточаться, где будет пип поставки. И это несет некоторую осторожность на рынок акций. В части экспортеров, с моей точки зрения, это, наоборот, хорошая реакция, правильная реакция. Потому что, как я уже сказал, в России действуют бюджетные правила. Когда экспортные доходы падают, по бюджетному правилу валюта меньше покупается или валюта реализуется, то есть 2 трети этого изменения выручки компенсирует бюджет. И поэтому, условно говоря, это сильно не влияет на показатели экспортеров. Но и в обратную сторону, если конъюнктура сильно улучшается, то по бюджетному правилу правительство должно покупать валюту больше. И, собственно, это снимает часть тех оптимистичных, позитивных эффектов, которые могли бы возникать в случае улучшения конъюнктура. Поэтому экспортеры здесь реагируют более спокойно. И это хорошо показывает, что рынок ведет себя понятно и предсказуемо.